Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали рассказ евангелиста Марка о том, как к Господу Иисусу Христу подошел отец бесноватого отрока и попросил изгнать беса из своего сына. И он сказал, я обращался к твоим ученикам, но они не смогли ничего сделать. Если ты можешь, помоги нам. И Господь сказал этому человеку знаменательные слова. Если ты можешь веровать, все возможно верующему. На что этот человек ответил, верую Господи, помоги моему неверию. И вот на эту беседу нам стоит обратить внимание, потому что она раскрывает очень многое во взаимоотношениях между Богом и человеком. Человек всегда колеблется между верой и неверием. Даже если это, как кажется, глубоко верующий человек, и такого человека иной раз одолевают сомнения, одолевают уныния. И на такого человека нападают бесы и пытаются похитить сокровища веры из его сердца. Что же говорить о многих людях, которые стоят на пороге веры, или только делают свои первые шаги в вере, или которые считают себя верующими, но которые колеблются в вере. Очень много таких людей. И как бы от лица всех таких людей этот человек говорит Господу, верую Господи, помоги моему неверию. То есть он одновременно исповедует свое неверие или маловерие, и в то же время он исповедует веру в то, что Господь силен даровать ему веру. И мы должны помнить о том, что вера – это дар Божий. Веру невозможно просто так приобрести, или купить, или выработать в себе. Вера либо дается от Бога, либо она не дается. И есть люди, у которых, казалось бы, есть все возможности прийти к вере, а они к вере не приходят. Есть много людей, у которых, казалось бы, нет никаких возможностей прийти к вере, а Бог приводит этих людей к вере вопреки всем сопутствующим жизненным обстоятельствам, потому что Богу так угодно. И мы не знаем, почему Богу угодно одних людей приводить к вере, а других людей не приводить. Это тайна Божия. Но мы знаем, что для каждого из нас есть возможность ежедневно углублять и укреплять нашу веру. Что каждый из нас может приводить к вере других людей, тех, которые находятся рядом с нами. Что каждый из нас может молиться о том, чтобы Бог привел к вере других людей. И что Бог ожидает от нас крепкой веры, потому что именно вера является условием чуда. Как Господь и сказал этому человеку, если ты можешь веровать, все возможно верующему. Мы часто ожидаем чуда от Бога, но чудо не происходит. Почему? Может быть, потому что наша вера слишком слабая. Мы часто просим у Бога каких-то благ духовных или материальных, и их не получаем. Почему? Может быть, потому что наша вера слишком слабая. Мы часто обращаемся к Богу с молитвой и не слышим ответа. Нам кажется, что мы молимся в пустоту. Почему? Может быть, наша вера слишком слабая. Господь дает нам в Священном Писании удивительные примеры веры. В том числе тот пример, о котором напомнил нам сегодня святой апостол Павел в чтении из посланий к евреям. Пример Авраама. Человека, для которого присутствие Бога было выше всякой земной очевидности. Который, когда Бог сказал ему уже 99-летнему, что от него родится сын, поверил Богу, который, когда Бог сказал ему пойти в страну, о которой он ничего не знал, он встал и пошел. Который, когда Бог сказал ему принести в жертву своего возлюбленного сына, не усомнился в том, что надо поступить так, как повелевает ему Бог. И только когда Бог отвел его руку в последнюю секунду, он понял, что Господь испытывал его веру. Господь и нашу веру часто испытывает. И не случайно сегодня в этом евангельском рассказе Господь отвечает Своим ученикам, которые спросили его после того, как отрок был исцелен, а почему мы не могли его исцелить, почему мы не могли изгнать этого беса. Ведь Господь наделил Своих учеников чудотворной силой. Они могли во имя Его исцелять больных и изгонять бесов. Но на этот раз они не смогли. И вот они спрашивают Его. И Господь отвечает им по неверию вашему. То же самое, что Он сказал отцу отрока, только в другой форме. Было бы больше веры, они бы смогли это чудо совершить. И еще Он добавил, сей же род изгоняется только молитвою и постом. И тем самым Он показал и апостолам, и всем нам, что хотя вера – это дар Божий, но этот дар дается нам и укрепляется в нас в ответ на наше духовное усилие. А наше духовное усилие заключается в том, чтобы молиться и поститься, в том, чтобы обращаться к Богу с молитвой утром, днем, вечером, молиться индивидуально и молиться вместе с нашими семьями, и молиться вместе с нашими близкими, молиться вместе с нашей церковной общиной и соблюдать установленные церковью посты. Это то, что Господь заповедал нам творить для того, чтобы в нас укреплялась вера, для того, чтобы мы чувствовали себя ближе к Богу, и для того, чтобы в трудный момент, когда нам понадобится помощь Божия, эта помощь пришла беспрепятственно, потому что мы уготовили себя к ее принятию молитвой и постом. Обо всем этом напоминает нам сегодня Святая Церковь, напоминает она нам также сегодня о преподобном Иоанне Лествичнике, чья память совершается всегда в четвертую неделю Великого Поста, о человеке, который написал замечательное руководство к духовной жизни. Написано оно было для монахов в VII веке, но до сих пор сохраняет свою актуальность и не только для монахов, но и для многих мирян, которые пользуются этой книгой для духовного руководства. В этой книге рассказывается и о молитве, и о посте, и о многих других христианских добродетелях, а вся жизнь христианина представлена как лествица, состоящая из многих ступеней, из тридцати ступеней, по которым человек восходит в Царствие Божие. И каждая ступень – это либо добродетель, которую человек призван приобрести, либо грех или страсть, от которой человек призван отказаться. Будем идти тем путем, который заповедан нам Господом Иисусом Христом. Будем просить Его о том, чтобы Он укрепил в нас веру. И будем обращаться к духовному руководству преподобного Иоанна Лествичника и других отцов Церкви, чтобы нам научаться всему необходимому на поприще веры. И под их руководством идти по пути молитвы и покаяния, молитвы и поста, по пути, ведущему нас в Царствие Небесное. Аминь. Всех вас поздравляю с праздником. Храни вас всех, Господь.